Всем привет дорогие друзья, вы на канале IT-доктор. Давайте приступим к видео уроку. Ранее я показывал вам функцию в редакторе Brackets, которая называется Live Preview. Она позволяет нам сразу же видеть изменения нашего сайта после редактирования. Но она работает только в браузере Google Chrome. Если же вы, так же как и я, хотите использовать другой браузер, например Mozilla Firefox Developer Edition, который создан как раз для разработчиков, то мы можем поступить немного другим путем. Зайдем в менеджер расширений и скачаем плагин, который называется Live Reload. Установим его. Теперь мы видим, появилась кнопочка с такими вот стрелочками, чтобы активировать данный плагин. В самом же браузере зайдем в дополнение, скачаем Live Reload. Мы переходим в магазин расширений. Вот он самый первый, Live Reload Web Extension. Нажимаем добавить Firefox. Добавить. Ок. Теперь мы видим, здесь появилась такая же кнопочка со стрелками. Давайте нажмем ее. Нам написано, что нужно нажать сначала в редакторе. Активируем эту функцию. Теперь в браузере. Мы видим, что стрелочки стали синими. Это означает, что мы можем начинать работать. Давайте проверим, как это работает. Введем любой тег. Я пользуюсь плагином Emmet, поэтому ввожу такую конструкцию. Нажимаем Tab. Жмем Ctrl S. И мы видим наши изменения. Здесь мы оставили пустым поле, поэтому ссылка пустая. Сразу же мы видим наши изменения. Нам не надо обновлять страницу. И это, конечно же, ускоряет нашу работу. Просто набираем необходимый нам код. И видим изменения на странице. Это очень удобный плагин, который позволяет нам видеть наши изменения в коде сразу же в браузере. И не обновляться при этом постоянно. Также этот плагин работает во многих других браузерах, в отличие от функции Live Preview, которая работает только в Google Chrome. Так что, если вы хотите пользоваться другим браузером, то устанавливайте это расширение. Оно вам, безусловно, будет очень полезно. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. И переходите к следующему видео уроку. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok